Заведующая детским садом номер 4 Татьяна Тыванец уверена, что патриотическое воспитание молодого поколения начинается с раннего детства, а именно в стенах дошкольного учреждения. Наш детский сад прививает любовь к родине, к малой своей земле с ранних лет. Задачи, которые решаются в детском саду, имеют очень широкий спектр. Это уважение к своей семье, это любовь к труду, это проблемы, связанные с социализацией в нашем обществе. Из года в год в детском саду номер 4 воспитатели знакомят ребят с государственными символами, праздниками, русскими традициями. На этот раз они впервые решили провести конкурс чтецов. Его приурочили к 75-й годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом. К этому событию готовились не только сотрудники детского сада, их воспитанники, но и мамы, папы, бабушки и даже дедушки. Миленький мой внучек, нет, не плачу я. Просто вспоминаю прошлые года. Когда был я молод, родину любил и врагов проклятых под Москвой убил. Там друзей военных много полегло. Вспоминать об этом сердцу тяжело. В праздник День Победы встретили не все. Там лежать остались утренние рассе. Ты живи, мой внучек, и войны не знай. Каждый год с Победой пусть приходит май. Солнцу улыбайся, весело играй. Но о том, что было с нами, ты не забывай. На первый конкурс чтецов были приглашены защитники Родины и труженики тыла. У ветерана войны Татьяны Машковой в этом детском саду вырос внук, а сейчас растет правнук. Она старается не пропускать ни одно мероприятие, которое здесь проводится. Когда я ушла на пенсию в 60 лет, я начала писать стихи о войне, песни о войне. Вообще поздравления. Людмила Волкова, врач детского сада номер 4. Ее стаж работы 62 года. Ветеран пришла на встречу с детьми в парадной форме с орденами на груди. Эта женщина полна жизненной энергии и оптимизма. Именно это и любовь к своей профессии помогает ей трудиться в детском саду по сей день. Очень приятно, что у нас именно большое внимание уделяют патриотическому воспитанию. В праздники все и в Дни Победы, и в 23-й. Вот сейчас нынешний конкурс проводится. Это вообще память, как говорится, о войне, чтобы наше молодое поколение не забывало этого. Несмотря на волнение, малыши читали свои стихи, что называется, с чувством, толком, расстановкой. Вы кровью и потом добыли победу. Вы молоды были, сейчас уже деды. Мы эту победу вовек не забудем. Пусть мирное солнце сияет всем людям. Пусть счастье и радость живут на планете. Ведь мир очень нужен и взрослым, и детям. Всех участников наградили почетными грамотами. Сотрудники детского сада уверены, что проведение конкурсов чтецов станет доброй традицией. Алексей Логутин, Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.